привет музыкант извини что так долго не выходил на связь несколько месяцев прошло нужно было время чтобы осознать текущую ситуацию мое положение преодолеть все кризисы и конечно пропала мотивация канал ни черта не монетизируется и как-то начали постепенно опускаться руки но в конце концов я пришел к мысли что чем дольше я не занимаюсь музыкой тем больше начинаю скучать грустить страдать ведь по сути музыка это моя жизнь и хочу тебя поздравить что если ты в эти трудные времена смотришь это видео то ты действительно занимаешься тем что надо тем что ты любишь это правильно что я приготовил сегодня я решил сделать для вас серию уроков на практическо теоретически про оркестровую музыку туда войдет голосоведение оркестровка сочетание инструментов звучание разных секций как они должны звучать как они не должны звучать и все это конечно будет сопровождаться примеры и несмотря на то что канал не монетизируется я буду просто жутко рад вашим лайкам подпискам и так далее потому что я буду чувствовать вашу обратную связь и буду знать что я все делаю не зря но перед тем как мы начнем небольшая философская мотивашка сейчас многие задаются вопросом что же дальше будет с музыкальной индустрии странах россии в беларуси в нынешних ситуациях но мне кажется этот вопрос задается не совсем верно мне кажется что как я преподам как я научу каких талантов я взращу то и будет мир ожидать независимо от того останетесь в своей стране или уйти куда-то у вас будет навык если у вас есть талант у вас и способности и у вас будет возможность сочинять и писать шикарную оркестровую музыку и этот навык вам пригодится всегда и везде и так сегодня я приготовил первую часть и она про самое сложное наверное для начинающих это голосоведение поехали что такое голосоведение это видение голосов в вашем музыкальном произведении должен предупредить что скорее всего для вас это будет самая сложная часть но должен заверить что она и самое важное почему потому что если вы обратите внимание на современную электронную музыку может быть вы в этом направлении пишите то часто можно увидеть что композиторы задействовать трезвучие в качестве аккомпанемента или мелодии не следя за правилом голосоведения в силу того что это для них модно что это они хотят именно этого звучания либо они просто об этом не знают например я сыграл просто трезвучие нарушив при этом правил голосоведения избегать параллельных кварт квинт о котором мы поговорим чуть позже так что если мы говорим о классической музыке оркестровой музыки то эти правила нужно знать если у вас появится желание их нарушать то вы ничем не ограничены главный принцип здесь такой главное чтобы все было под контролем если вы хотите нарушить правила вы должны его знать нарушайте смело итак перейдем к основным правилам их достаточно много я советую акцентировать внимание только на двух правилах иначе если вы будете соблюдать все скорее всего у вас ничего не получится потому что надо со всем этим следить у меня это вырабатывал уже в процессе значит когда я все это изучал у меня все это на уровне автоматизма и я эти правила знаю и просто соблюдаю этих правил основных два меня выписаны все ну те которые я знаю ваше внимание обращу на следующие первое избегайте параллельных квинт и кварт второе избегайте удвоение торцового тона эти два правила которые вы должны запомнить если захотите их нарушать значит почему не надо удваивать торцовый тон торцовый тон это третья ступень вашей тональности например если у вас до мажор то торцовый тон это третья ступень ми если вы в басу играете ми то его удваивать в аккорде не рекомендуется в басу ми в аккорде этот звук отсутствует верхнем среди двух средних голосах присутствует только в басу далее избегание параллельных кварт и квинт это вот вот эти вот движения здесь есть если вы хотите более детально это изучить примеры как плохо и как хорошо они здесь выписаны на нотном стане здесь также есть примеры которые вы можете посмотреть и тоже для себя отметить что они существуют вот например полезный пример движения баса избегания последовательных ходов по квартам и квинтам вот например в этом примере фа из плохого примера превратился в хороший путем спускания ноты на октаву ниже то есть здесь мы ликвидировали параллельный ход это вторая часть правил вот но опять же мы сконцентрируемся только на двух параллельные кварт и квинты и удвоение танцового тонн все я подготовил примеры чтобы как-то это иллюстрировать я подготовил мелодию которую собираюсь немножечко гармонизовать и показать как там идут голоса давайте послушаем мелодию вторую часть мелодии они немножечко своровал у грига надеюсь он не обидится и так здесь я когда захочу оформить это в виде нескольких голосов здесь я чувствую некие следующие функции под функциям я понимаю гармонию это у нас сыграно в до мажоре здесь я чувствую что должна быть тоника а здесь возможным будет доминанта либо может быть потом суб доминанта и опять тоника здесь я играю естественно нарушая правила гармонии чтобы вам было понятно какие аккорды то есть если я говорю что это суб доминанта то я буду играть трезвучие фа мажора если это доминанта я буду играть трезвучие соль мажора так это будет понятнее для большинства и следовательно сначала я хочу написать бас мне кажется что здесь либо тоника будет а здесь раз у меня доминанта значит сыграю доминанту соль а здесь суб доминанта или доминанта сыграем суб доминанту и опять тоника это как простейший пример там из самого первого класса музыкальной школы попробуем сделать бас немножечко поинтересней вот что я предлагаю что здесь здесь бас начинается с третьей ступени обратите внимание я его здесь турцовый тон не удваиваю он у меня в басу но нота ми не присутствует в верхнем голосе то есть когда начинается еще баса нету можно сделать как-нибудь так но турцовый тон я не удваиваю дальше я останавливаю остаюсь пока что в турцовом тоне потом у меня есть движение вниз я бас оставляю на месте и возвращаясь обратно в турцовый тон можно потом тихонечко уйти в тонику какой еще вариант возможен без среднего голоса это будет непонятно но допустим вот в этот момент когда я спускаюсь на доминант да это на самом деле доминанта то есть это 7 ступень соль мажора а дальше если это у нас суб доминанта а это может быть еще и вторая ступень то есть ре минорное трезвучие так давайте пойдем дальше и слушаем средний голос который я предлагаю предлагаю то есть здесь тот же самый средний голос который я только что предложил потом он идет наверх вместе то есть это обращение аккорда то есть то что было соль стала до что было до столами что было соль стала до спускаюсь басом на четвертую ступень здесь у меня есть вариант уйти во вторую ступень вот она а здесь возвращаемся обратно в тонику в басу турцовый тон и вот эти два варианта они отличаются только средним голосом можете здесь заметить это визуально вот здесь у нас нота длиннее здесь короче давайте послушаем оба варианта вот еще раз здесь вот здесь вот сохраняется нота и получается что мы делаем гармонию основанную на второй ступени это трезвучие ре минора в басу турцовый тон фа который не удваивается нигде а здесь субдоминанта и сохраняется этот голос и переходит в последний аккорд тем же голосом в секст аккорд то есть басу у нас торцовый тон и это тоника что хотелось бы сказать в заключении вы можете обратить свое внимание на произведение классиков например баха хорошо темперованный клавир и посмотреть как он ведет там голоса например возьмем начало известные известного его произведения я буду играть гармонию и немного комментировать параллельно и вы сможете понять как гармонии и голосоведением распоряжался классик это произведение начинается так всем знакомо и так далее значит смотрите с чего начинает миоганн себастьян бах трезвучие до мажор посмотрите септа то есть это ре доминант обращение соль мажор возвращаемся в тонику дальше секст аккорд то есть трезвучие с торцовым тоном внизу шестой ступень ля минор обратите внимание в басу до третьей ступень ля минора она нигде не удваивается септ а это у нас что какая ступень у нас здесь в басу третья ступень соль мажора то есть это обращение доминанта до мажора и она не удваивается седьмая первая и так далее то есть смотреть на это произведение смотреть как бах распоряжается голосами это достаточно интересно на этом первую часть я заканчиваю спасибо вам за внимание всего доброго